Всем большой привет, ребята! С вами Раиль. И сегодня 31 декабря. Как знаете, сегодня выходит последнее видео в этом году на моём канале. Сегодня очень важный день на самом деле, потому что 31 декабря я по традиции подвожу итоги года и ставлю новые цели на последующий 2017 год. Видео назвал «Что делать в 2017 году?». Это касается не только музыкантов, так как тематика канала всё-таки музыкальная, но и вообще людей, которые просто меня смотрят, которые с музыкой связаны только ушами, то есть меломаны и так далее. Что делать в 2017 году? Я помогу разобраться вам с этим вопросом, потому что я сам буду сейчас ставить новые цели на 2017 год, потому что этот год прошёл, друзья, он уже не вернётся, как бы это грустно ни звучало, но всё, что вы сделали в этом году, это останется в старом году. То есть, если я сейчас вот взгляну на себя ровно год назад, 31 декабря 2015 года, и вспомню, в каком состоянии я был, в каком уровне жизни находился, то, конечно же, произошёл прогресс определённый, но ими я не совсем доволен. Если я сейчас вот нахожусь здесь, 31 декабря 2016 года, и смотрю на прошлое, то понимаю, «Раиль, ты можешь сделать намного больше». Ничего особо не изменилось, то есть всё зависело от тебя. Сделаешь ли в течение года что-то ценное, что-то полезное, что продвинет тебя выше или не сделаешь. То есть, вот сейчас я пришёл к этой мысли. 31 декабря, чего я достиг, того достиг. А если бы я не делал совсем ничего, то вообще ничего этого не было бы. На улице метёт метель. Что я сейчас делаю? В руках у меня блокнот. Я беру ручку и записываю всё, чего я достиг за 2016 год. Что этому способствовало. И ставлю новые цели на 2017 год. Это блокнот. Третий год подряд я уже у мамы на Новый год в подарок прошу вот такую вещь. Это очень ценная вещь, на мой взгляд, самая ценная, потому что цели, которые вы запишите, они обязательно сбываются. То есть, я вам и советую тоже записывать цели, чтобы следовать им в течение целого года. То есть, вот третий год подряд я уже заполняю вот такой вот, такой же толщины дневник. То есть, у меня уже есть два дневника за 2015 и 2016 год. Они заполнены разными целями, которые были выполнены или не были выполнены. Там есть события, которые происходили каждый день, дела, которые я делал каждый день. То есть, пройдёт несколько лет, я смогу открыть и посмотреть, что я делал. Например, 8 июня 2016 года. Если даже память подведёт, всё-таки можно посмотреть. Так, друзья, покупая блокнот, первое, что вам нужно сделать. Отвечая на вопрос, что делать в 2017 году. Вам нужно будет ответить на этот вопрос самим, конечно же. Я не могу вам сказать, что делать точно. Но я вам могу помочь с этим. То есть, давайте вместе это сделаем. Первым делом я, открыв данный блокнот, записал, чего добился за 2016 год. Здесь у меня несколько пунктов, которые отвечают на этот вопрос. Что вам и советую сделать. Друзья, садитесь, записывайте, что вы сделали за 2016 год, такого ценного, чего добились. На самом деле, я думал, многое сделал. Сел, написал, но чтобы такого действительно ценного, большого, немного казалось. Как ни странно. Пахал-пахал. Вот последние два дня только чуть-чуть. Время было отдохнуть. На самом деле, немногое сделал. Первое, что самое главное у меня, это канал. Я поднял 75 тысяч подписчиков. То есть, за год я поднял на целых 50 тысяч подписчиков. За что, друзья, вам большое спасибо, что вместе со мной развиваетесь и идете вперед. Доход с канала возрос до 8 тысяч. Это учитывая то, что 6 тысяч идет с рекламой YouTube. И примерно 2 тысячи, там, 3 тысячи. От консультаций, разборов, песен индивидуальных, а также рекламы на YouTube. Ну, к следующему году я должен это все исправить. Релиз первого клипа моего на песню «Когда я счастлив». То есть, вы его можете на стене посмотреть ВКонтакте. Улучшил форму. То есть, у меня был уже второй... Какой второй? Там, несколько лет цель стоит поднять массу. Но я все время что-то неправильно делал или недостаточно осведомлен по этому вопросу, что масса у меня росла, но очень медленными темпами, потому что всякой фармакологии я не пользуюсь. Только все вживую, все натурально. Турнички, плавание. И здесь такая качалочка, ну, зимой. И то в легкую. Ну, и шестиразовое, пятиразовое питание в правильном режиме. То есть, культуризм в полной степени. Участвовал в соревнованиях по плаванию, я записал. И в этот раз я улучшил свой результат. 50 метров я проплыл за 30 секунд. Но не ровно, а 30,23. То есть, если бы я проплыл за 30 секунд, я бы получил третий разряд. За что я себя очень сильно корю. Нужно было начать заниматься намного раньше. То есть, форму набирать по плаванию. Больше плавать, больше. Третий разряд не сделал. Что я должен исправить в 2017 году? Это вот как раз-таки сделать третий мужской разряд по плаванию. Ты уже сколько лет плаваю? Вот как раз-таки вот здесь находится спорткомплекс в поселке Джоли. Где я уже с самого детства плаваю. Особо, конечно, серьезно к этому не относился. Теперь я думаю, ну, сколько плаваю. Пора уже сделать результаты. Следующий пункт – это первые две аранжировки для оркестра. То есть, впервые в своей жизни я сделал аранжировки, обработки вещей для целого оркестра. Оркестр, сами понимаете, что это очень большой ансамбль. Много музыкантов. И для каждого расписывать интересные партии, чтобы целое произведение было. Это нелегкое дело. Целый месяц прошел, чтобы я сделал произведение «Бярянге» татарское. Что в переводе означает «картошку» для оркестра «Татарика» Казанской консерватории. И поездка в Казахстан. Это вот самые такие главные пункты, которые были за 2016 год. Еще есть много других, но я их не успел еще записать. Друзья, давайте, если я настрою фокусировку нормально, чтобы вы увидели следующий пункт. А следующий пункт звучит так. Что помогло мне добиться вот этих самых целей, которые я здесь записал? Какие привычки, какие действия и какие поведения? Ну, вдаваться в подробности с этим не буду. Скажу только, что помогло очень сильно отстранение от ненужного, от бессмысленных действий и от ненужных людей. Ну, так радикально, друзья. Если таким методом не пользоваться, очень много времени утекает никуда. То есть, конкретно, четко следовать целям. Следующее, что это тупо делать-топить. Друзья, если даже не знаете, что делать, берите и делайте просто. Нужно начать заниматься прямо сейчас, взяли и отжались. То есть, такие конкретные действия. Тупо делать называется. Очень сильно помогает. Потом вы сидите, смотрите, ага, а результат-то есть. Есть. В отличие от того, если бы вообще ничего не делали. То есть, надеюсь, вы сейчас взяли блокнот и записали вот эти два пункта. За мной повторяйте. Надеюсь, вы не просто так смотрите, друзья. После этого видео дальше продолжите заниматься своими делами. Пойдете по таким вот делам, друзья. Надеюсь, вы нормальный народ у меня на канале. И живете нормальной жизнью. Следующий, самый главный этап, это, конечно же, записать цели на 2017 год, друзья. Для этого вот и нужен блокнот, чтобы следовать всем этим целям. Записать главную цель. Она должна быть одна. Ну, можете взять три. Но все остальные, они не особо важны по сравнению с первой одной главной. То есть, поставьте ее конкретно. Она у меня звучит так, что я должен подняться на большую сцену, чтобы все мои ролики были, а я ролики говорю, все мои песни, которые будут выпущены в 2017 году, звучали в наушниках у людей, были на пабликах музыкальных. То есть, вот это самое главное, что я хочу сделать. И дальше у меня здесь очень интересная страница. Здесь столбик январь, февраль, март, апрель. То есть, здесь я уже пишу план действий, которые нужны, чтобы выполнить самые главные цели, которые мы с вами поставили. Надеюсь, вы тоже уже поставили, взяли ручки, блокнотики и пишете. Пока что вот столько вещей я записал. И это все нужно выполнить, друзья. Первое, это самое главное, релиз песни скромная. Мы сейчас делали песню в таком клубном стиле, прям как у практически Егора Крита. Чисто для эксперимента посмотреть, как зайдет такая песня. Релиз этой песни. Дописать песню бессмысленно вместе с артистом Delphi или Дилюс Шехразив, который вернулся с армии. Мой друг, мы с ним будем теперь бомбить настоящие треки. Ждите, друзья, все будет. Следующее, додумать песню Love Pop Song. То есть, тоже с одним артистом из Казани, с Радифом Галесфаром. Мы должны сделать эту песню. Все говорю на камеру, друзья, чтобы мне было потом стыдно, если я это все не сделал. И все треки, которые будут записаны, залить в iTunes, друзья. Пора уже выходить на следующий уровень качества и заливать все это в iTunes, чтобы не было стыдно за то качество, которое мы сделаем. И чтобы мы старались сделать такое качество, которое попадет в iTunes. Черновой вариант дипломной работы, друзья. Вы не забывайте, что я еще учусь в консерватории. Четвертый курс. Все время у меня уходит на учебу. Так что вы еще удивляетесь. Удивляетесь, друзья, как я успеваю вести канал и все такое. Это все потому, что я отстраняюсь от ненужных вещей. Дипломная работа у меня как раз по теме формирования исполнительства на губной гармонике в России. Очень интересная тема, но информации практически нет. Так что собирать нужно. Это тоже время. И в течение января это нужно сделать. Цель. В общем, я поделился со своими главными целями, друзья. То есть никаких секретов нет. Вы знаете, чем я буду заниматься в 2017 году. Последний пункт это кач фулл бадди. То есть я сейчас отошел от отдельных групп мышц и качаюсь в полную. То есть все мышцы задействую. Чтобы набрать 80 кг. Не знаю, к какому месяцу. Давайте к июню. Это большой срок. Я уже 75 кг вешу. Набрать 80 кг чистой мышечной массы. Чтобы и форма была, и рельефность. То есть работаем над этим. Продолжаем. Продолжаем читать книги. Конечно же, это очень важно. Образовываться и так далее. Но об этом вы уже сами знаете. А в плане музыки, друзья, есть новые цели. В плане канала 100 тысяч. Давайте уже сделаем наконец-то к первому февралю. Не успел к первому январю. Но к февралю мы должны постараться это сделать. Друзья, поддерживайте. Поддерживайте. Я вас буду кормить новыми роликами. Продолжение уроков по вокалу. Крит мало так мало. LX24 уголек. Моя песня скромная. Топ 5 богатых музыкантов. Будет очень интересный сюжет. И сюжет уличный музыкант, о котором я недавно говорил. Все это нужно сделать в течение января. Надеюсь, вы сделали, ребята, то же самое. Взяли блокнот. Записали, чего добились за 2016 год. Если не добились, то вам должно быть стыдно, я думаю. То есть вы зря прожили 2016 год. Должны быть кардинальные изменения, чтобы прогресс чувствовался. Чтобы жить хотелось, друзья. Если нет прогресса, интереса нет, то жить совсем не хочется. На самом деле много вопросов. И чтобы ими не задаваться, друзья, найдите свою нишу, интересное направление, ваши интересы, по которым нужно развиваться, идти все время прогрессировать. Успех помогает вам двигаться дальше. Но подпитка все-таки нужна, друзья. Смотрите на ютубе всякий интересный канал, который мотивирует по полной программе. Если я вас мотивирую, это круто. Смотрите меня, продолжайте. Что, друзья, в конце хочется сказать. Было много потерь. Несмотря на то, что есть хорошие достижения, было много потерь. Сердечки было больновато. Порой. В некоторые месяцы. Особенно в последние полгода. Было тяжело. Были тяжелые случаи. Много потерь, друзья. И благодаря этим потерям я понял одно, что не нужно зацикливаться на чем-то раз. Не нужно жалеть о чем-то сильно. Все уходит, как и мы в свое время исчезнем. Это я сейчас под влиянием книги Амар Хаяма. Рубаи, говорю. Очень пессимистичная книга. На самом деле все стихи похожи друг на друга. Но почитайте. Для развития. Да, друзья, книги нужно читать. Помимо Рубаи, я еще прочитал вот эту вот книгу, которая в 2016 году ушла. Новинка. Это наша писательница Гузель Яхина написала книгу Залиха. Гузеля Рыноша. Залиха открывает глаза. Очень интересная книга. Сейчас читаю книгу Захара Прилепина «Обитель». То есть они по тематике похожи. Очень интересные книги. Продолжать развиваться нужно, друзья. Стихи нужно читать, чтобы рифма шла. У меня она чуть-чуть увяла, как мне кажется. Побольше стихов нужно мне будет читать в январе, чтобы песни получались более интересными, более рифмованными и прочее. Совет в 2017 году. Надеюсь, вы расписали свои цели. Я вам помог с этим. То есть у вас появились какие-то планы, мечты и цели, которые нужно реализовать за 2017 год. Надеюсь, год будет плодотворным, потому что я вот предчувствую, что 2017 год для меня будет чем-то прорывным. Прямо мощным, потому что это очень важный год в моей жизни. Здесь и заканчивается универ. Здесь и состоит вопрос уже перехода куда-то во взрослую жизнь. Очень много вопросов. Но этот год должен стать очень ценным в моей жизни. И давайте действовать, друзья. Давайте делать, бомбить. Несмотря ни на что. Не отчаиваться, не печалиться. И уже с 1 января осуществлять все те мечты, которые вы записали в вашем блокноте. Пусть этот год будет еще лучше, чем предыдущий. Намного интереснее, запоминающийся. Чтобы вся история, которую вы запишите в этот блокнот, все цели были осуществлены. И это ваша книга. История. Биография. Осталась у вас в памяти и в виде записи надолго. То есть это очень ценная вещь. Пройдет года. Пройдут года, вы откроете, почитаете и поймете, что это ценная вещь, друзья. Не сжигайте, не выбрасывайте. Это ваши результаты. Это ваша жизнь. И все, что вы сделали, там будет. В сердце и в голове также. Друзья, музыканты или просто меломаны. Развивайтесь в музыке. Становитесь лучше. Ну и давайте. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok